25 июня 1941 года радиорупоры и радиотарелки сообщили. Вчера днем наши войска удерживали позицию на восточном берегу реки Прут, отражая многочисленные атаки противника, пытавшегося форсировать реку. Затихнут взрывы, дым развеет ветер, из тучи выплывет кровавая луна. И странную покажется в тот вечер свинцовая седая тишина. Многочисленные попытки противника форсировать реку Прут пришлось своими глазами увидеть и уроженцу Куйбышевской области, села Нижняя Санчалеева Ивану Дмитриевичу Бузыцкову. И не просто увидеть, а принять участие в их отражении. Потому что война для него, пограничника Бузыцкого, началась гораздо раньше, чем для многих других. Еще до рассвета, 22 июня. Иван Дмитриевич Бузыцков родился 15 ноября 1917 года в крестьянской семье. Окончив семь классов, начал работать комбайнером. И работал им до призыва в армию. А в 1939 окончил школу младшего начсостава. Служить ему пришлось в Молдавии, откуда и начался его путь к победе. Правда, путь этот будет долг и нелегок. Пусть не намного, но дольше, чем у других его земляков, куйбышевцев и ставропольцев. Потому что служить Бузыцкову выпало на заставе, которая одной из первых подверглась нападению врага. В этих первых боях погибнут его товарищи, которые так никогда и не узнают о том, что это будет та самая война, которую вскоре назовут Великой Отечественной. Сам Бузыцков был семь раз ранен в эти первые минуты войны. Но не оставил свой пост до приказа командования. Он тоже совсем не скоро узнает, что это будет Великая Отечественная война. Но с первых же ее минут он был убежден в одном, что это наша земля, и мы не отдадим ее врагу. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 августа 1941 года младшему лейтенанту Бузыцкову Ивану Дмитриевичу за геройство, проявленное при отражении атак противника, было присвоено высокое звание Героя Советского Союза с вручением Ордена Ленина и медали «Золотая звезда» за номером 512. Таким образом, Иван Дмитриевич Бузыцков стал первым куйбышевцем, удостоенным этой высокой награды Родины. Но и награда, и уничтоженные гитлеровцы были еще впереди. А пока, поздним вечером 21 июня 1941 года, когда земля была уже окутана ночным мраком, наши пограничные наряды один за другим уходили на охрану государственной границы. Каждый из нас уносил с собой напутственные слова военкома комендатуры политрука Бойко. Помните, что обстановка на границе крайне осложнилась. Провокация возможна в любой момент. Будьте бдительны. Все мы хорошо понимали это. И сами были готовы в любой момент встретить врага с оружием в руках, как подобает советским воинам. Вместе с бойцом своего пулеметного отделения Иван Бузыцков вышел из ворот заставы. Вначале все шло как обычно. Выполняя службу дозора, пограничники установили связь с соседней заставой, проверили постовых и ближе к трем часам утра возвратились домой. Здесь, обменявшись паролями с часовым по заставе, они разрядили оружие, сгурили по козьей ножке и уже хотели было отправиться к столовой, где всегда имелся горячий чаек. И вдруг на фланге тишину распороли две пулеметные очереди и раздались три взрыва. Затем снова длинная пулеметная очередь и ружейная трескотня. Оказавшийся рядом старший политрук, собравшись с мыслями, решительно сказал, «Бузыцков, передайте немедленно тревога и направьте к месту происшествия подкрепление с ручным пулеметом». Тревога! Неужели эта война пронеслась в голове Бузыцкого? Тем временем из дверей казармы уже бежали один за другим люди. Еще несколько минут назад они спали и, может быть, видели сны о своих далеких родных и любимых. А теперь они уже омчались туда, где раздавались взрывы и пулеметные очереди. В этот момент никто из них еще не знал, что произошло. Там, на правом фланге заставы, где еще 15 минут назад пели соловьи, а теперь раздавались выстрелы и строчили пулеметы. Никто не знал, почему все это началось и чем закончится. Все это станет известно потом, позже. А сейчас нужно было выполнять задачу, поставленную командованием. А на левом фланге произошло следующее. Когда пограничный наряд, закончив службу, возвращался на заставу, впереди раздался глухой стук. Поднявшись на обводной вал, солдаты увидели стоявшую у берега лодку, из которой уже высадились несколько человек, приблизившихся к валу. Остальные в это время прыгали из лодки в воду. Быстро оценив обстановку, пограничники приготовились к бою. Первые фашисты были уничтожены штыками и прикладами. Остальных настигли гранаты, брошенные в лодку. Раздались стоны и крики. Оставшиеся в живых враги бросились вплавь на свою сторону. Но все это было только началом. Правый берег прута, до сих пор хранивший молчание, внезапно ожил над садным клёкотом пулемётов. «Бузыцков, занять позицию!» услышал пограничник голос старшего лейтенанта. А уже через пару минут бойцы его отделения бежали с двумя станковыми пулемётами к шоссе, где была заранее оборудована позиция блокгауз. Отсюда, с этой позиции, открывался прекрасный обзор в сторону противника. Прямо расстилалось болото, а там в зарослях камыша и кустарника виднелись фигурки в зелёных мундирах. Огонь скомандовал Бузыцков. Ну а и враг тоже начал обстреливать блокгауз. Над головой визжали пули, а в лицо ударяли комья горячей земли от разрывов. Увидев, как ефрейтор Курочкин ничком с раскинутыми руками упал возле своего пулемёта, Бузыцков рванулся к нему, но убедился, что помочь товарищу он уже не в силах. Слёзы ярости застилали его глаза. Бузыцков даже не чувствовал, что сам был давно ранен. Шквал миномётного огня противника всё усиливался. И вот очередной мощный разрыв окончательно уничтожил ВЗОД. Но бойцы не отступали. До полудня они обороняли свою уже совсем разрушенную позицию. Не отступили они до тех пор, пока не был дан приказ отойти к заставе и вынести со склада боеприпасы. Тогда горстка измученных долгим сражением бойцов скатилась с насыпи, перегибаясь между кустами, между разрывов побежала к казарме, где в это время уже хозяйничали гитлеровцы. И вновь завязался бой. В сплошном грохоте, криках, стонах, раненых не было ни минуты для того, чтобы остановиться, сосредоточиться и подумать, что же всё-таки случилось. В самом ли деле эта война снова и снова с противным воем неслись с вражеской стороны мины, а уши закладывала, как ватой от разрывов. Об этих первых днях войны Иван Дмитриевич Бузыцков мог бы рассказать очень много. Например, о том, как после подхода подкрепления пограничники всё-таки отбили атаки противника и начали теснить его. О том, как в рукопашной схватке, когда с той и с другой стороны смолкли выстрелы, пограничники отобрали у врага мост. И о том, как потом всю ночь не смолкали пулемёты, а утром враг снова стал теснить защитников. Что их ждёт впереди? Долго ли продлятся бои? В июне 1941 года этого не знал никто. Ни Иван Бузыцков, ни его товарищи, которые сейчас отступали, унося на плащ палатках раненых. Лица бойцов были суровы и решительны. Они то и дело оглядывались туда, где оставалась их застава и где теперь вставало пламя пожарища. Там за этим пламенем катил свои волны пруд. И каждый из них думал сейчас только об одном. До свидания, пруд. Мы вернёмся к тебе. Обязательно вернёмся. Присядешь на пенёк, окинешь взором. Сегодня пройденный тобой на запад путь. И скажешь другу, мы чуть ближе к дому. Хоть дом твой там, за Волгой где-нибудь. С вами был Михаил Перепёлкин. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова